Кто-то с самого утра уже на учиру залез. Не знаю, ты же хотела английский, нет? Хочешь окружающий мир? Попробуй. Вперёд! Молодец, давай. Вперёд, Мастры, с приключением. Нравится, Машки, этот портал. Тебе нравится? Угу. Ну как, 1 января, Новый год. Как? Ага. Молодец, вперёд. 1 сентября, День знаний. Всё правильно ты сделала. Отлично! Молодец, Мышка! Да, некоторые уже занимаются на окружайке. Да? Так. Выбери всё, что школьник делает 1 сентября. Что он и школьник делает 1 сентября? Ха-ха-ха! Раз он купается на пляже! Собирает портфель, идёт в школу. Ну точно, не играет в снежки, не играет на пляже, не встречает Новый год. Молодец, великолепно! Мама, а знаешь, что меня больше всего удивило, я размешиваю из этих картинок? То, что как ученик пойдёт в школу, если он будет отдыхать на пляже? Ну, бывают и такие. В Кулеме разве отдыхать на пляже? Ну нет, конечно. Что нужно брать в школу? Собери портфель. Ну точно мороженое не брать. Змея тоже. На пенал-то надо. Мои собираются, идут в кинотеатр сейчас на какой-то мультик. Побег... Чё, кошачий побег? Побег из Шоушанка. Ну я серьёзно! Я тут не смогу. Побег котов? Почему не сможешь? Мультик какой-то, типа, большой побег каких-то котов. Ну детский, правильно? Или на гангстерский боевик идёте? У Гая Речи фильм новый вышел. Пойдём, Маш, к нормальному тебя кинохать приучу. Не-не-не-не-не-не-не. Надо ещё коробку будет выбросить. Мама, я этот ботинк слегка застегну, потому что у неё там пальцы в мою стороне. Ну ладно, давай. Машулька натерла просто пальчик вот этими своими чёрными ботами. И мы ей заклеили его пластырем. Она говорит, что сейчас это больновато влезать в кроссы. Ну я разошла потихоньку вот так. Да нормально ходи, у тебя там всё заклеено. Не будет больно, чего ты? Мама, всё равно в бочку больно чуть-чуть. Мама... Маш, другие носки одеть просто, а? У тебя носки с таким швом там? Мама... Что? Ну тогда папа соберётся и уйдёт. И без тебя мультик посмотрит. Капец, да? Мама, носочки переодеть. Ну конечно, носочки переодеть. Давай, переодевай носочки. А на какие? На длинные на какие-нибудь переодень. Мамите, что ли? Ну да, на высокие. Давай. Мама, я не зато мягкие. Ну конечно. У меня, наверное, тогда и шовчик мягкий. Да. О, ми-ми-ми. Вот заклеенный наш пальчик. Ну вот, видишь? Мам, он почти растворился, этот клей. Клей? Чего, Дим? Я такую карту оттал себе. А, ну зачем? Ну ты отпачиваешь, как будешь? Мам, лостырь почти пропала. Чего ты опоздаешь? Да собираюсь, сейчас я вас провожу, я тоже буду собираться. А у вас еще маленький вас провожу. Ну как-то. Маленький, вдруг потеряетесь. Да. Ключи только возьмите. Формальности. Формальности. Давай, придём к мамке проверим, что у меня там с подружки. Что такое? Что за хулиганьё? Что за заговор вообще? Я там с подруга сам сказал. Да. Сам сказал. Так это ты придумала. Нет. Так, твои ключи у тебя? Да, мои у меня. Опять начнётся вот эта вот жалобная слеза. Иди, вот ты меня закрыл. Это было два раза. И в следующий раз, я надеюсь, во-первых, его не будет, а во-вторых, я, наверное, тоже буду так же. Нет. Хорош. Бантик завяжу. Бантик завяжу, молодец. Шапка где твоя? Бантик. Легко найду. И где она у тебя? Легко найду. Вон она на ту белую папу. Ты розовую оденешь? Может белую? Розовую хочется. Ну, одевай розовую, ладно. Просто она розовая, то она красивая. Капуша. Смотри, Капуша. Пойдём с чуваками познакомить. С пацанами. Одевайся. Пойдём, перетрём. С пацанами познакомить. Самое смешное, да? Да. Всё. Нормально всё. Молодцы. Аккуратно там. Папу через дорогу переведи. Смотри, чтобы он не бегал сильно. Ладно? Ладно. Чтобы не вспотел. Смотри, Машуль. Бельё свешуке разбери. Разберу. Разберу. Давайте. Пока. Вперёд. Расскажите потом, как мультик вообще. Всё. Всё. Димка с Машулькой уже на мультике. Димка написал. Всё. Они там в зале уже сидят, смотрят. Пожелала им приятного просмотра. Потом вечером придут, расскажут. Вот. А мы с вами сейчас идём. Я иду на встречу с моими одноклассницами. Мы с ними уже собирались, 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 собирались. То одно, то другое, то третье, то отменяется, то опять. То у Димки рыбалка, то у девчонок работа, то ещё что-то. Короче. То я на даче. Они со мной хотели встретиться всё лето. Ну и наконец-то время выбрано. Идём. Сейчас пока собиралась, красилась, причёсывалась, читала комментарии. Ну и я, в общем, конечно, ожидала, что будет взрыв на макаронной фабрике. Ну, как бы всё логично, понятно. Вот. Единственное другое. Смысл в другом. Там почему-то народ решил некоторых, что у Димы было какое-то мероприятие. И мы, значит, туда были приглашены в ресторан. Или Димка был приглашён, и меня с собой взял в ресторан. В общем, что-то я не очень поняла. Я не знаю, почему все так решили. Во-первых, никакого мероприятия. Просто мы решили поужинать в кафе. Вот. Потому что и у него было приятное событие на работе, и у меня вроде как покупка нового телефона тоже такое событие. Поэтому мы решили поужинать не дома, а, так сказать, расслабиться в кафе. Мы были там втроём, я, Дима и Маша. То есть никакого там особого мероприятия не было. Плюс народ говорил, что типа, Дима там пошёл в костюме, а я в водолазке. На минуточку. Дима в костюме ходит пять дней в неделю, потому что у него жёсткий дресс-клот на работе. В этом он был на работе. Он не может ходить в другом. И вы бы знали, с каким наслаждением люди, которые соблюдают дресс-код, даже смотреть не хотят в сторону костюма на выходных. У меня сейчас девочки, у которых мужья в дресс-коде работают. В дресс-коде работают. Ну, в общем, с дресс-кодом. Вот. Меня, наверное, поймут. Да и не только девочки с мужьями, но и сами девочки, у кого дресс-код. Так что да. И о каком ресторане речь идёт, когда это просто была Екитория. И всё. Я не могу. Фантазия, фантазия, фантазия превыше всего. Нет, всё проще на самом деле. Намного. Блин, у меня, короче, хотела камеру убрать. Обнаружила всё такое набор джентльмена. Забыла выложить Машину майку из рюкзака, который мне вчера пришлось с неё снять. Потому что она так набесилась в Екитории, что была вся мокрая. Надо будет её выложить. И книжка. Но книжка, ладно, майка. Блин. Я опаздываю примерно минут на 20. Я чувствую, сейчас меня будут убивать, потому что когда я спросила, за каким столиком сидите, мне сказали ты нас увидишь. А у нас тут Екитория достаточно большая, там не везде можно увидеть. Упс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я заказала салат с говядиной, как это называется, карпаччо, забыла как называется, с карпаччо и с говядиной, очень вкусно, очень ароматно. Я уже дома. День, так сказать, второй с айфоном. Что я заметила? Из плюсов это то, что у него действительно широкий динамический диапазон, это то, что обещала Apple. Что это такое? Когда, может быть, знаете, когда фотографируете что-то на фоне окна или окно просто попадает в кадр, то весь остальной кадр становится темным, а окно нормальным. Так вот, здесь такого не происходит. Окно, конечно, светлое, но и весь кадр тоже светлый. То есть, все в порядке, ничего там не затемняется, все супер. Действительно, широкий динамический диапазон. Это так, простыми словами. Плюс, очень светлое видео. Если раньше, может быть, многие замечали, что когда ставишь телефон на режим фото, в видоискателе картинка нормальная, не темная. Как только переключаешь в режим видео, картинка темная, причем в разы, так раза в два сразу. Вот опять же, здесь этого нет. Картинка как на фото, так и на видео, она примерно одинаковая. Вот, это, конечно, в плюсы, просто в безумные плюсы, вот. Ну, конечно, по качеству фото и видео ему еще очень-очень далеко до фотоаппарата, особенно в условиях недостаточной освещенности. Когда где-то в кафе, где-то дома, при плохом свете, то фотоаппарат, конечно, с этим справляется намного-намного лучше. Про эффект размытия на портрете я уже говорила. Криво, особенно после зеркалки. Это очень-очень криво. Он вместе с задним фоном размазывает часть объекта. То есть, не удивляйтесь, если у вас там часть волос будет, например, четкие, а часть волос будут смазанные вместе с фоном. У меня так, на самом деле, очень забавно получилось с бокалом. Когда я фотографировала в кафе вчера бокал, я, может быть, покажу эту фотографию, у бокала прозрачный край вверху. И вот ближайший край был четкий, а сзади края не было вообще, потому что он размазался вместе с фоном. Ну, это телефон, нужно понимать, что он размытие делает программно, а не аппаратно. И по-любому будут вот такие вот явные, видные, обидные косяки. Этих косяков, наверное, не будет, если будет сильный контраст между объектом и фоном. Когда, например, фон очень светлый, а объект, например, с темными волосами. Тогда, наверное, такие ошибки сойдут на нет. Или наоборот, когда объект очень светлый, а фон темный. Ну, в общем, это так, мои предположения. Вот, но косяки есть, и это, конечно, никакого волшебства он там не сделает. Хотя, качество, конечно, стало намного лучше, фронтальная камера намного лучше, чем у шестерки. Это я могу точно сказать. И на этом у меня сел аккумулятор на камере. Ну, в общем, я долго вас не буду грузить подробностями. Рассказала самое важное, что я на данный момент нашла. Есть еще один момент. В инстаграме подали идею попробовать снять весь влог, какой-нибудь один, полностью на айфон. Чтобы посмотреть, как он снимает, как он записывает звук. Кстати, по поводу звука, звук действительно тоже изменился по сравнению с шестеркой. Я больше ни с чем не могу сравнивать то, что у меня была шестерка. И звук намного лучше. Он стал намного громче, он стал намного объемнее. В общем, тут тоже есть разительные перемены. И я подумаю, возможно, действительно стоит снять весь влог исключительно на телефон. Чтобы посмотреть вообще, как, что, кто, как он снимает, как это все будет, как стабилизация. Все-все-все-все-все. Но не знаю пока какой, я обязательно об этом предупрежу. А пока предлагаю посмотреть подарочки, которые мы тогда с мамой, когда встречались, я у нее забирала. Так, виноград я отсюда уже вытащила, мы его уже кушаем. Огромное спасибо за виноград, безумно вкусно, правда. Виноград этот домашний. Так, МММ. А тут у нас что-то такое интересное. Так, Электрический эрэйзер. Электрический эластик? Электрический эластик? Что, серьезно? Электрический эластик? Слушайте, надо будет попробовать реально, что это такое и с чем это едят. Так, батарейки. Видимо, к электрическому эластику. Спасибо большое. Это все, чтобы вы понимали, это Маши. Так, это, конечно, тоже Маши. Спасибо огромное. А это что? Это точилка, я уже вижу, и она очень тяжелая. Точилка на батарейках. Точилка на батарейках. Слушайте. Эластик на батарейках и точилка на батарейках. Вот это прикольно. Надо будет попробовать обязательно. Правда, Машулька на сегодня уже спит. И мешочек. Мешочек тоже очень прикольный. Сюда, кстати, можно обувь тоже класть. 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 У нас уже три мешочка для обуви. Во как. Несквик, Билайн и какой-то детский телеканал. Не помню, какой там логотип. Спасибо огромное за подарочки. Я знаю, что человек, который их передал, пожелал остаться неизвестным. Что ж, ради бога. Спасибо большое. А я тут уже потихонечку готовлю папе коробку для передачи. Это коробка от моего 6+. Почему-то все говорят, что у меня 6s. Это не 6s. Это просто 6+, не s. Так, вот. Все. Застрял. Вы не вытащите оттуда. Вот. Так, здесь все инструкции. Но они не нужны. Просто у меня каждый комплект. Я его сохраняю целиком. И сюда я еще положу наушники от нового айфона. И зарядку тоже от нового айфона. Ну, как-то мне кажется, так лучше. Потому что к нему подходит зарядка от шестерки моя. Вот. Пускай я ему продолжу заряжаться. А папе положу новые наушники и зарядку. На этом все, ребята. Машулька уже спит. А я сейчас буду, наверное, чай пить. Книжку почитаю. Видео смонтирую. И тоже лягу смотину. Так что, всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok